снова здраво дамы и господа на связи роман канал фрисан games мы продолжаем с вами картинки и пока что у нас все живы но опять же это пока что вообще даня даниил даниэл дэниэл меня сильно расстроил потому что он видел библию но я переживаю что у меня произошел тогда глюк в игре и этот момент не засчитался ой пиздец вот следовательно я не знаю каков будет финал на что-то это повлияет или нет еще у меня фонарик сдох он почему-то им светит а он нихрена не сонет он светит вроде как короче будем идти что получится то и получится то есть дальнейшем и конечно же посмотрим дано то повлияет ли это хоть как-то на данном этапе я не понимаю он по идее должен был вообще-то согласиться так-то с андрюхой либо ну как-то да отреагировать не просто так ты чё творишь тудым-сюдым он должен был сказать да священник падла под почему потому что там в библии были вот эти вот всякие символы и прочая хуйня так мэр сообщает о земельной сделке эскалация протеста все вероятнее хорошо запись идет запись идет звук 1 есть второй звук есть отличном ну поехали не нравится мне поведение дать данилы что-то он короче где-то провафлился но либо я провафлился конечно и себе накрутил непонятно чего либо он провафлился тут смотрите к вопрос открытый я думаю что он пидор но я-то не могу быть прям ну нет кто а его wins он может быть опасен вряд ли он понимает в какой мы передряги ну же внутрь а чё он за нами ходит бродит он как-то нам хочет помочь или что или где непонятно пока ну здесь давно никого не куплю от вот мой черед предстать перед судьей ужас обуял меня я не ведаю как воспримут мое свидетельство дьявол ослепил многих они не ведают что истина что ложно добром это не обернется его слова стремятся исказить истину позволь мне быть тому судьей аврам и джозеф союзники в это лжи и не далее чем вчера ты приговорил джозефа к смерти упал что ныне то усомнился в этом по сей день ничто не смутило моей веры джозеф как и жена его знался со злыми силами суд благодарен преподобному карверу презревшему гнев дьявола дабы о том поведать таков мой долг судья однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины а посему нам следует рассмотреть заявление авраама против мэри дозволь сказать кратко почему против мэри против преподобный преподобного мэри явила великое бесстрашие выступив против зла немногим достало бы мужество однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опору я бесстрашие несомненно в ее намерении следует увериться ее обвинять никто иной как назначенный ей опекун ясно что сие дело ему не по силам я прошу суд назначить мэри другой приют кто станет опекать ее преподобный я готов взять на себе ответственность за дитя ах ты спидрила прежде суд выслушать слова авраама и лишь затем решить судьбу девочки бляха на суде что то есть еще адекватное нормальное что мне делать души судью иные желают дабы я выступил против мэри но гораздо ли дитя на такое зло тяжело понимаю для любого мэри просто ребенок и куда-то пошел суд готов выслушать твои слова говори юноша смелей мэри толковала о злых духах колдовстве и дьяволе многие не верят что сие возможно в ли меня не занимают история и слухи к делу юноша мэри терзается фантомы измучили ее и сушили лишили чистоты душу люди твердят она в сговоре с дьяволом но нет в том уверенных и я не из их числа дано ли нам познать что на уме у ребенка ты находишь что я не способен узреть правду прошу прощения такого я не смел бы сказать мое время ценно ты и священник ныне достаточно его отняли я не все сказать я дал тебе довольно времени по воле суда мэри направится под опеку преподобного карвера теперь иди бля хуйня какая-то что-то здесь не то карвер самое главное паскуда и теперь он опекун мэри ну как так вообще может быть то рассказывайте вы видели двойника эндрю он сказал судье что мэри ни в чем не виновата что она жертва это плохо очень плохо счет и что теперь это поможет должно теперь мы знаем что можем изменить ход событий что думаешь это действительно так все было как он сказал так и чё что за хрень нам пора идемте скорее а куда мы вообще попали где мы опа глядите на шмотки это место закрыл 100 лет назад детство в семидесятые вся жизнь впереди меня смущает вот этот мужчинка в очках он на джона похож смысл в чем я не понимаю не понимаю как мне добиться того чтобы обвинить именно судью дэниел единственный кто это видел он должен был сказать почему он молчит вечная память джеймс кларка соболезнования друзей коллег даня какого хуя ты молчишь объясни мне пожалуйста дружище поцелуй меня в жопу ах нихуя себе так литл ход этот 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 уважаемый минстер барс тема предупреждение сотруднику после нашей дисциплинарной беседы я вновь поднимаю вопрос ваших посещаемости и поведения руководство постаралась войти ваше положение и простить повторяющиеся пропуски учитывая непростые обстоятельства и недавно полученную травму однако непрекращающиеся выговоры за пропуск и опоздание и появление в нетрезвом виде вынуждает нас отправить вам официальное письменное предупреждение повторение подобного поведения или пропуск работа в течение следующих 12 месяцев приведут к увольнению сотрудники рейвенден должны обладать такими качествами как трудолюбие пунктуальность и трезвость вы должны подтвердить получение данного письма подпишите и верните его в офис в течение семи дней дальше что-то неразборчиво но посыл отправить кого-то в жопу в принципе достаточно разборчиво вообще по идее опа иди сюда посмотри на это это двойнички которые в доме сгорели дичь это слишком это блять перебор сперва на нас похоже кучка стремных охотников на ведьм из прошлого теперь вот семейка из хитового ужастика 7 это же похоже на нас так какого хера что это значит думаешь они погибли как другие не знаю мало ли что случилось может мы все видим один кошмар да нет так же там ее учишь сувенир этой ночью в этом месте ну да я прихвачу его прикол в том то что анжела она утонула здесь она задохнулась вначале тейлор сгорела даниэлу дани упал на эти в принципе совпадает то же самое не знаю что реально ты настоящая ну тебе стой так кто эти люди на фото да не ебут время упорота и на этой фотке реально мы упорота время это это как так закрытие фабрики не понял а куда все делать да я почитаю ну а текст где подсказ подсказ спасибо 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 очень нужная и полезная информация главное что много и своевременно так ладно хорошо опам о хуя судья а вот здесь как откуда вообще довольно таки странно всем или но ше льюистон 1693 год так прочитав письмо капитана бонда о событиях в литл хоуп и выслушав ходатайство горожан я спешу выразить свою величайшую обеспокоенность учения пастора карвера отлучились от истинной доктрины и добродетели его разум покинул братство святых и уже долгие годы грязнет во грехе озаботьтесь его деяниями что отравляют и оскверняет город прошу назначить комиссию для распространения таковых деяний прошлого года в том числе касаем их девочки твой слуга томас вайман судья сука вот тебе еще одно доказательство что преподобный пидрила дать почему все доказательства находит даня и при этом никому ничего не говорит даня какой-то нахуй козловский скотина ты конечно же падла нельзя так делать нельзя над нормально по-человечески всем рассказать чтобы все были в курсе сейчас девочку засудим не за хуй собачий не понял в чем тут белотан она ему что изменила то нас а это танюха танюха да 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 это танюха ну бля сама виновата конечно ладно ну а ты что думаешь умник папа слышите прямо под нами надо уходить отсюда быстро я еще не все посмотрел я ищу подсказки вот против святого отца еще нашел одну подсказку только не роняй за тяжелый эндрю иди сюда и помоги мне что там ты оттуда я отсюда толкаем вместе так ну давай ах вот так пизда даньки а подожди если бляха тут его двойник спасите ну андрюха давай вытащить напасть вытащить бляха может надо было нападать что ты делаешь а он сейчас на него взорвется на него упадет на демона прикинь опять повторится вся эта хуйня пиздец пробуждение давай бежим в смысле бежим в смысле бежим так говоря бежим надо всем бежим а труба труба пизди его пизди хорош еще давай а а а а а а а а а кнопочки затрачивать я еще все где научился еще внизу дэниел ну ну отзовись да он уже через подвал съебнул он уже вышел вы чё тут стоите дурочки пойдем пока ничего не случилось не а ну да не молодец он конечно хоть и молчит да о том что должен сказать но он вроде отбивается нормально прям хорошо демон вроде как не сильный медленный почему его не застрелил андрюха его пока нет ладно пойдемте дэнил справится догонит нас так за кого я играю анджела куда делся демон анджелы например она его победила или как почему он исчез мы вернем его как ты его вернешь опа а туда нельзя да дэниел и где там сейчас главное не подстрелить его ребята я наверху о как же я вам рад не только я теперь похожа на мокрую курицу боже мой я так боялась а я-то как боялся меня не отделаешься опа кто-то новенький идет подожди а кто это ползет а это наверное за анджелой кто-нибудь из вас видел мэри я нет и чё секрет старая машина и что что мне это дает ну старая машина но солнышко но а багажник кстати не подсвечивается почему-то так на свободе теперь постараюсь об этом забыть а вчера гражданин кларк покинул полицейский участок литтл хоуп дело о страшном пожаре в доме семьи кларк закрыто на глазах свидетелей энтони кларк единственный выживший в огне отпущен полиции четверг полдень бедный мальчик наверняка он сейчас словно в аду высказался один из наблюдателей корреспондент херальт обратился гражданину кларку за комментарием однако он не обвинили кларка обнаруженного на месте происшествия с коробком спичек в руках в поджоге когда кларк выходил из здания полицейского участка литтл хоуп было слышно как некоторые прохожие гори в аду это про андрюху это я понял не но мы же все знаем что это не он не он косяк не он сволочь ну или супер-супер-супер косвенно да видели что опять девочка лови ее будьте на чеку мало ли что ok ни единой душе не спастись в литтл хоупа куда ты жив ты должен умереть даже жене своей ты передал страсть к служению сатане можешь проклясть меня но жену мою покойную порочить не смей ты не смирился я должен изгнать дьявола дабы спасти город ахаха нет спасения жозеф отрекаешься ли ты от дьявола и его учения нет нам не джиха я не дьявола город осквернен безумием пронесенным слугой сатаны мэри надо помешать им помочь джозефу напасть на мэри вот узрите как бедное дитя страдает смысла ныне в сатанинских объятиях джозефа мне вообще ничего сделать нельзя что ли сокрушим дьявола внутри его не медлите участь литтл хоуп в ваших руках да ты дурак так с ней что куда люди вообще смотрят а как это казнь камнями серьезно хочу вот такой я первый раз вообще вижу не ну это жесть какая-то может не надо было вообще вмешиваться во все эти процессы по мне помогаешь кому-то из своих он говорит о смотрите они заговоре сатаной помогаешь нападаешь да на мэри там или еще что-нибудь о смотрите они страдают то есть вмешиваться нельзя походу я устал бегать свихнулись у яси надо валить а вот и и демон так съебывай я не собираюсь смотреть на то как вас прикончат беги 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 дура ай пиздать давай урод я готов а я нет так но это по съебкам бежит их потихоньку догоняют демоны как я понимаю они все соберутся потом в одном месте и будут со всеми демонами одновременно что ли сражаться или как зачем я опять же выполняю кутаешки за анджелу если ее все равно повязали чем смысл анджелу никто помочь не хочет она правильно нахожу нужна нравится гандон стопады а конечно помогать куда бежать-то может состояние помочь и он мутузит всех налево и направо все бегом куда ни хера ты шустренький всякие мы по голове по голове ему всякие хорош для комочкой конечно это было бы проще делать чем на геймпаде андрюха хорош андрюха это мы видели это мы видели это видение уже но так то да по идее я его задержу а идите нахуй бегите оттуда он исчез сейчас в глаз воткнет ему что-то я его больше не вижу не у нее надо не надо не надо не на не смотри не надо воткнет сейчас глаз трубу ношет хуй не не знаю что нибудь если бы вас там не было а сейчас там и где очутились похоже тут был пожар андрюхин дом здесь что-то не так здесь что-то не так девиз этого города а где даня не понял даниил где где здесь все началось здесь это наверно финал очка здесь все началось и все и закончится ебать это же это дом с пожаром это сейчас что было вообще не понял ну три четыре открытки где-то не собрано еще а что это к чему это было слушай это наверное реально уже ближе к финалу то есть нам показывают наверное трейлер следующей части отрывок и следующей части следующей главы а а а а а кстати боу баб какой здоровенный б в Опять никого нет, а? Ну, они, да, они, получается, уже все здесь демоны. Нет только Андрюхиного демона, потому что Андрюха-то не умирал. Андрюха, походу, живой. Ну, Андрюха 2.0, и в первой версии он был Абраам. Так, Джеймс и Анна, 48-й год. С каждой минутой все абсурдней. Подожди, а там что-то еще. Там видно чего? Ничего не видно. Что это такое? Современное руководство по успешному воспитанию. Фогель. Родители, недовольные собственным воспитанием, могут перестараться с его компенсацией. Они могут не хотеть, чтобы их дети чувствовали по отношению к ним то же, что и они к своим родителям. Они жаждут дружбы со своим потомством. Поэтому родители верят теориям, которые побуждают решать все конфликты при помощи любви. Это приводит к убеждению, что когда их дети плохо себя ведут, они должны не сердиться или наказывать их, а вместо этого лишь еще сильнее проявлять свою любовь. Подобное обалование ребенка может иметь серьезные последствия. Дети становятся требовательными и непослушными. Родители подавляют злость, вызванную поведением их ребенка, но рано или поздно взрываются, пугая и сбивая его с толку. Родители чувствуют себя виновными. Виноватыми и не знают, что делать. Запускают новый цикл плохого поведения. Проблема заключается в родителях, которые пытаются проявлять терпение, когда на это не осталось никаких сил и ребенка следует наказать. Они нерешительны и слабовольны там, где требуется твердость. Твердость. Если не наказывать ребенка, его поведение будет ухудшаться до тех пор, пока родители попросту не потеряют контроль над собой. Всплеск эмоций может решить проблему временно, но главная опасность заключается в том, что происходит после. Родители, которые чувствуют стыд, забывают дать ребенку время перенести свое наказание. Вместо этого они пытаются отменить его, смягчая последствия. Дисциплина требует последовательности. Оба родителя должны вместе противостоять непослужному ребенку и доводить наказание до конца. Если один из родителей даст слабину в дисциплине из-за лени или чувства вины, избалованный ребенок может использовать это своих интересов. Установка границ. Родители должны устанавливать границы, поскольку ребенок на самом деле предпочитает, чтобы его родители были твердыми при условии, что они также справедливы. Это важная подготовка к общению с другими людьми. Без этого ребенок верит, что весь мир будет потакать его требованиям и истерикам. Такие избалованные дети часто бывают шокированы реальным миром и не могут вынести ситуации, когда их капризы никому не интересны. Им приходится выбирать между отсутствием друзей, либо непростым обучением тому, как общаться с другими людьми. Ебать. Как все сложно. Амдырка в полу. Понимаешь прикол? Нам показывают, что демоны их окружают. Они вот прям вот вообще везде здесь. Просто везде. Они со всех сторон прут. Именно все демоны. Единственные, за кем не прут демоны, это за Андрюхой. Потому что у Андрюхи нет демонов. Его никто не хоронил. Его никто не казнил. Ему по хуям вообще на все. Это новая или старая? Это старая. Так, девчонка рванула на второй этаж. Пойдем тоже на второй этаж. Сейчас ее найду, дам ей пизды. Конечно, я никого не увижу, но тут сейчас пойдет еще один демон. Уже третий, между прочим. Хром узя какая заиграла. А я не могу двиг... А, нет, могу двигаться. Меня интересует вот какой вопрос. Во-первых, когда Даня разродится. А во-вторых, где всратая лестница? Опа, ключик. А ключик не хочешь взять, дружище? Ключик. 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 А, это, наверное, ключ заводить часы. То есть, это не что-то открывает. Это, наверное, ключ чисто часы заводить. Часовой механизм. Так, письмо преподобного Карсона. Сентябрь 71-го. Преподобный Леонард Карсон. Церковь Святого Давида. Дорогая Анна, спасибо за твое письмо, Мэган. Понимаю твое беспокойство и хочу уверить тебе, что... Строптивое поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогал родителям с похожими проблемами и с радостью предоставлю Мэган нравственный ориентир. В послании к евреям 12-го и 11-го говорится, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Подойди ко мне после службы в воскресенье, и мы подберем время для личных наставлений. Предоудобный Карсон. Или Карсон, не знаю как правильно. Карлсон. Все. Окей. Опа. Так, а вот и четвертый демон, собственно. Кого тут нам не хватало? А, демона Дэниела. Даньки. Ну, по факту из таких вот, из этих демонов здесь получается самый жесткий. Это все-таки... Я что могу туда... А, нет. Это получается самый жесткий демон Джона. Потому что он быстрый, просто за счет скорости. Хотя опять же он быстро передвигается, но дерется вроде нифига не быстро. Это девочка. Надо найти ее. Она здесь. Что за черт? Стой тут. Какая-то Мэри все-таки заебала. Он ведает, что я желала признаться во всем судье. Нет, стоп. Ты спасешь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью божий Литтл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литтл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. То есть он ее использовал, а сейчас ее же обвиняют. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты детятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была посуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаныны не смеет обвинить меня, слугу божьего, в злодействии! Это безумие. Эти люди с ума на охрену посходили. Ага. Что? Не жителям? Ты мне поможешь? Что я могу? Библия! Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в часе или их нужды, сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу о помощи! Я молю суд выслушать! Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Надо помешать им! Этот суд какой-то чудовищный фарс! Карвер, вот кто злодей! Мы поддались на его уловки! Узреть истину сумела лишь Мэри! Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола! Молчи! Во всем повинен он! Тебе не обмануть нас более! Твой умысел ясен, как день! Я узрю сей город очищенным от зла! Ты все путаешь! Тебе не Карвера надо обвинять! Да Карвера, Карвера! Что сделать, дабы воротить Литл Хуб к свету? Преподобный вселяет в меня страх! Останови Карвера! Это все он, не видишь? Он обвиняет Мэри, чтобы его не трогали! Я знаю, что должен делать! И что? Стоять! Что здесь за бесчинство? То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Откуда Андрюха это узнал? Ему Даня ничего не сказала! Пиздец! Мэри, твои мучения кончены! Можешь идти! Глупцы! Обмануты детем! Разве не видите, кто она? Истина пялится на вас из адской бездны, но вы слепы! Дочь дьявола надурила всех вас! Не меня! Я вижу ее! Вижу ее! Шлюха сатаны! Ты отплатишь со злодейства! Я в числе первых пал под твои чары! Ныне весь город одурманен тобой! Не найду слов! Без тебя я была бы мертва! Ты спас меня! Отныне я тебя не забуду! Как? Когда Эндрю успел узнать про книгу-то? Я не спас тебя! Получилось! Готово! Да! Ты точно все правильно сделал! Демонов не слышно вообще! Ты злодеем был этот конченый священник! Ну, да! Блин, я должен быть счастлив! Но я ничего не чувствую! Ладно! Идем отсюда! Что, все? Реально все, что ли? Ты довольна? Что случилось? Игра пройдена! Ну, ладушки! А где Анжела? Анжела-то в доме же осталась! А почему она в доме осталась? В смысле? Почему? Почему? А почему Анжела? Я что-то вообще ничего не понял! Добро пожаловать в доме! Ух ты! Так, я не знаю! Так, я не знаю! Там есть лица! Что-то? Добро пожаловать сюда! Я не поймите! А почему она не знаю! никуда ей не вопросов не ответов ничего просто анжела осталась доме просто ее похоронить в смысле блять как 4 вообще ни хрена не понял мы же все сделали нормально адекватного чё ты я не понимаю ну-ка подожди я даже мне даже интересно загуглить этот момент мне жаль знаю ты не виноват нам обоим пришлось не сладко в последние годы в полумиле отсюда есть закусочная с рабочим телефоном вызови помощь и уезжай отсюда и не возвращайся тебе тут нечего делать не понимаю из-за меня вам столько пришлось вынь у нас у всех была тяжелая ночь особенно у вас это со мной до конца ты здесь не один не надо себя винить через сад мы выбрались из этой дыры только жаль что не все выжили мы направляем всех через литтл хоуп все нормально вас ничего не беспокоит все нормально просто хочу довести своих пассажиров каких вряд ли их потревожит небольшая задержка а можете все заткнуться так мы не найдем помощь и не выберемся Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Скорее! Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Спусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. Спасибо за просмотр! Продолжение следует. Спусти наслаждает скорость. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... но как анжелу спасти здесь встает вопрос почему почему она умерла так ладно это я не могу хрень эту пропустить у меня просто неинтересно это так ладно бляха почему она осталась в доме может надо было лучше стараться в китае чтобы ее в канализацию затащили но там там сверх быстро мне кажется там в принципе игрой задумано где я что слушай а может не надо было кидать джона я же его кинул за нее то есть и убежать да может надо было помочь просто но она же старенькая вот это все слабенькая такая вся замученная она без очков я подумал но она все равно сдохнет если будет помогать а если не так как надо попробовать а сейчас будет трейлер еще в следующей части или где можно пожалуйста чуть чуть побыстрее там как-нибудь колесиком прокрутить перемотать нет нет ладно подождем да давай уже я бы на самом деле поставил бы на паузу да там возможно что-то где-то вырезал но я боюсь что я что-то интересное и важное пропущу конечно в этом сомневаюсь но мало ли я думаю что сейчас дойдем до конца титров игра сама дойдет после чего завалимся непосредственно выбор сцены выберем сцену где как раз таки была вот эта вот финальная битва попробуем чтобы анжела поддержала джона и опять же обвиним преподобного карвера по идее это наверное должно я просто других вариантов уже не вижу я сомневаюсь что где-то был выбор в котором я на холл холл сюда где-то в начале в самом начале игры мне кажется нет это как раз таки именно в конце где-то должно быть ты веришь бога конечно нет советую начать что-то неизвестное напало на нас мы вы мне все равно не поверите я сам себе с трудом верю в шумерской мифологии души мертвых отправляется в подземный мир дом праха давай не будем смотреть бляха я не хочу словить какой-нибудь интересный момент мы посмотрели на открытки до что кто-то там вниз падает все мне этого более чем достаточно давай я сейчас пойду выберу сцену да то есть меня интересует одиночная игра меня интересует в первую очередь выбор сцены соответственно и где-нибудь полный круг территория фабрики не наверное это вот это заменить ну пусть будет заменить насрать в принципе вопрос только откуда это начнется но по идее просто мы где очутились похоже тут был пожар а нет это мы уже в доме нихуя то есть это получается территорию фабрики еще надо и мне надо фабрику заново проходить что ли посмотрим насколько далеко это все-таки загрузится анжела так вот она так и называется анжела погоди сейчас попробуем тогда за смотри прикол я выбрал второй вариант за анжелу плюсом если мы перейдем в моральные принципы глубокое понимание посмотрим что анжелу заинтриговал ее двойник анжела положилась на эндрю анжела была рада анжела попросила джона поторопиться при встрече да то есть не бросила его именно поторопиться анжела с трудом сбежала демона на берегу но сбежала анжела попала пропала в темной канализации после встречи с демоном ну да анжела вырвалась из объятий демона то есть ничего плохого здесь в принципе за анжелу нет мы вроде как сделали все ну как положено злодеем был этот конченый священник вот если сейчас это не поможет тогда я уже не знаю я при этом уже даже погуглил то есть посмотрел что надо было сделать за анжелу потому что я я реально был просто в тупике в шоке потому что я не понимал вроде все нормально сделал нет сдохло какого хера ляда спрашивается если сейчас она со всеми не выйдет из дома что случилось то вообще не понимаю игра пройдена но игра-то пройдена уже второй раз между прочим вот смотри вот все выходят вот все выходят смотри а и анжела поперла все все вышли какая мелочь какой нюанс просто пидорастический маленький самый прикол в том что чтобы мы не выбрали в том плане вот когда мы выбираем за анжелу либо съебнуть либо поторопить джона по факту ничего не меняется там те же самые кутаешки те же самые сцены только словами она будет сказано я не буду тебя там ждать или чего-то типа такого либо быстрее джон хотя и там и там типа я быстрее джон я тебя не буду ждать а там просто быстрее джон ты не виноват все просто все просто все на этом в принципе все ой ладно я распизделся короче прошли все хорошо все нормально все качественно опять одна жертва то есть получаешь получается вторая часть и вот у меня в каждый под под конец под конец именно по одному кого-то там где-то туда-сюда надеюсь что в следующей части такого не будет но если интересно прохождение следующей части да и еще одной то есть их уже две вы насколько я знаю то обязательно подписывайся на youtube канал на телеграм-канал на бусти пиши лайки ставь комментарии большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр нахищенные Субтитры сделал DimaTorzok